Всем привет! Рад вас приветствовать! Подожди, я дырявая перчатка. Всем привет! Это ж... Типа не могу говорить рубрика, да? Нельзя. Ты сказал, это проект. Это... Тышь. Рад видеть вас на проекте нашем. Сегодня у нас два серьезных заведения, кстати. Два заведения с претензией на серьезность. На серьезность. Сегодня мы будем... Мы не были ни в одном, ни в другом. Сегодня будем тестировать бургеры в квартире и в Bull Watcher. В квартире номер один. И в Bull... And Butcher and Wine. Название, чувак, я чувствую, смокинг пропускают только. Я проезжал там недавно, там Maybach стоял. Это нам туда надо. А кто заходить будет внутрь? А я не пойду никуда. Может вынесут? Меня пендалем вот выгонят. Швейцар даже дверь не откроет. Там же Швейцар, наверное, как в один дома, знаешь, возле отеля. С названием рубрики нам помог определиться Крабик. Крабик. Чувак. И предложил название как бай чек. Только фуд чек. Да, ну бай чек. Классная идея, супер. Хорошая идея. Мы заценили. Крабик молодец. Крабик красавчик. И за это Крабик получает что? Мне надо достать с кармана, чувак. А как ты сейчас упадешь? И упаду в воду. Крабик получает лютые грибсы Оди. Роги толстые с замками. Смотри, какой хороший подарок. Американцы, все дела. Американцы. Хороший подарок, мне нравится. Я на таких катаю лично. И Оди юзает даже сам Роман. Оди у Романа все на месте. Все на месте. Так что Крабик, тебе большое спасибо за хорошее название. Теперь этот проект, не рубрика. Какая? Проект будет называться Food Check. Food Check. Да. Просьба многих писать по два заведения и сравнивать их в одном ролике. Мы так и будем делать как раньше. Наши гастроэнтерологи лично предупреждены уже, что мы собираемся по два за раз делать. По два, да. Роман, нам, пожалуйста, два классических бургера без картошки и всяких извращений. Позвольте. Подожди, тут, кстати, тоже могут сейчас за непристойный внешний вид сказать шок. Нет, чувак, ты в какой-то, это, в сарай заходишь. А это модно сейчас, это, лофт. Лофт. Хорошо, Роман, ади бургеры на суши. Досадная ситуация вышла. Говорят, на меня посмотрели, оценили, вроде, ну, можно продавать. Но говорят, а бургеров нет. Я говорю, а почему? Они говорят, а какой-то спецзаказ. Иди, говорит, отсюда. Я говорю, ну, подождите, очень, очень хотим ваши бургеры. А, кстати, мы второй раз уже пытаемся зайти в квартиры за бургером. Там первый день, то сан день был, то закрыто было. Сейчас проехали второй раз. Да, да. Бургер делают, а нам нет. Сказали спецзаказ. Сказали, только замесили тесто. Если ты, говорит, очень хочешь бургеров наших, попробуй пробиться в три часа. Ну, мы ждать пока не будем. Мы тогда поедем пока в другой, на другой конец города. Проверим там, все. Потом вернемся сюда. Если нам повезет, и звезды, истана... Ну, это последний шанс дадим в квартире. Третий, я люблю три часа. Три раза. Любит троицу. Заехали в Булл, надеемся, что тут нам продадут бургеры. И не будет, как с квартирой. Хотелось бы... Булл находится вот здесь вот на... Как называется, кстати, площадь? Аллея. Аллея Маяковского. На, площадь Маяковского. Заристократом. Заристократом. Не говори этого слова при мне. Они отобрали часть паркой и накрыли красной дорожкой. Не надо это. В это заведение, Ромка, пойди-ка нам выпиши, пожалуйста. Хотелось бы, я напоминаю, просто что я не обедал сегодня, первый раз за много лет. А я специально сходил в туалет перед съемкой. Очистился. 169 гривен стоит меню. Это получается у нас бургер. Картофан. Неизвестно, что, подожди, давай... Картошечка, да. Картофан, а фольги рублей на 60 намотали. Ну, кстати, по картошке немного картофан. Немного, да? Да. Ну, сейчас проверим, подожди. Подожди, а, ты показал крупным планом? Да. А что ты кушаешь без соуса? Я претестировать. Ну, давай. Ну, что скажешь? Ну, картошка, картошка. А тут, смотри, а тут два соуса положили. Ну, типа, какой тебе больше нравится, видимо. Ну, то есть, они не спрашивают, какой больше нравится. Я на твоем месте бы начал делать уже с непрофессионального обзора. Профессиональный обзор. И для этого тебе рекомендую натянуть профессиональную перчатку для бургера. Понял? Когда дают перчатки, сразу, ну, типа, намекаете парить. Там сочно. Подожди. По сценарию пьесы сейчас у меня должны быть перчатки остаться идеально чистыми, а все вывернуться сюда на штаны. Слушай, ну, большой. Я вот так вот уже попальней вижу. Ну, проверь там. Открывай. О, ну, красиво. А я тебе готов ставить, что-то самый дорогой бургер из тех, что мы пока что кушали. Это самый дорогой из всех двух, которые мы пока проверяли. Я вам так покажу, даже приоткрою, что тут и котлетка, понятное дело, и лучок. Ну, все на свете здесь. Все есть, да? Да. Лук, помидорка, лист салата. Лук, причем, правильный лежит. Кревитосики. А где кревитосики? Я хочу, гляну. Где, 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 где? Ну, типа, две кревитосики. Ага, вижу. И лук красный, как положено. За которое ты топил, кстати. Потому что он лучший. Так, ну, давай, я отъедаю, с своего разрешения. Да. Подожди. Айди, подожди. Ну, прям, да? Ну, скажи, мы, мы, наконец-то, ну, отблагодарены, ну, за первый. Подожди. О чем вы мне будете еще говорить? Стой, стой, стой. На сегодня обзоры закончат. Ну, давай проверим. Я тоже не могу комментировать. Меня отняло язык. Да. Ты котлету это, чувак, кайфонит. У меня такой вкус у котлетка. Она как прикапчена, такой, сочненькая такая, ну, а соус. Посмотрите, какая огромная котлетка. Это с мраморной говядиной котлета, на самом деле, здесь вот. Ну, что, друзья? Нет. Тут вот без вопросов. Мой вердикт готов. Ну, на данный момент, это лучший бургер, который я ел в жизни свой. Я эти креветки не знаю, съел уже или нет, я не заметил. На фоне мяса, понял, они сливаются, эти креветки, я вообще не знаю, ну, есть резон у этих креветок. Ну, вот, мясо здесь просто какое-то, ну, вообще без вопросов. Это не какая-то вам котлетка там, обжаренная там. Это, это, это очень вкусный, настоящий бургер. Нет. Можно сказать, это охуенный бургер? Да. Да. Пожалуй, что так и скажем. Это серьезное заведение, то есть это, ну, не дюнерный. Нет, они специалисты по мясу. Вот мы ели с тобой за 55 гривен шляпу. Не, ну, ребята, я вас весьма рекомендую, если вы хотите хороший, сочный, вкусный, немаловажный именно бургер, настоящий, зайдите туда. Как-то вообще без вопросов. Ну, это, конечно. Тут именно мясо в этой котлете, оно просто бесподобное. У него вкус специфический, не такой, как вы привыкли видеть в обычном мясе. Это если вы никогда не кушали мраморную говядину, я вам весьма рекомендую, хотя бы с бургеров такого начните. Но это же не только мраморная. Это мраморная ферментированная говядина. У тебя на бороде соусы грамм на 20 мистит. Да. Ну да, она выдержанная там и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что в принципе можно было бы сегодня снять ролик, как мы просто едим, молча. Не хочется и говорить ничего. Это действительно невероятно. Это вкусно. Ну, ты кушаешь и ты получаешь удовольствие. Да, я думаю, что так должен выглядеть и быть на вкус, иметь такой вкус настоящий бургер. Ну, 160 рублей, пожалуйста. Но картошка, которую даже мы не едим, чувак, она просто лежит. Ну, потому что какая картошка? Я реально, я картошку не хочу есть, потому что я уже убью с отмого бургера. Эта каплята, она очень вкусная. Я не знаю, как мы еще будем добираться. Смотрите, друзья, степень приготовления мяса. То есть это, ну, я думаю, выше, наверное, чем medium well. Ой, я не разбираюсь. Я тоже, я... Терминология, это для... Я слышал по телевизору, это говорят. Для богачей, ты тут понял, там, medium, не rare, там, мне еще что-то, понял? Там же степени прожарок, 6, наверное, бывает. Зачем ты, честно, сказал? Вряд ли ты угадал. Да, может быть, и больше. Ну, это вкусно. Это очень вкусно. Ну, это вкусно. Белый соус, какой-то другой соус. Третий, по-моему, какой-то соус. Кревитосы, листья салата, сыр. Ну, и главное, конечно, украшение бургера. Это не только котлета, это и булочка. Булочка просто супер. Роман, ну, я с оценкой уже готов. А ты? Конечно. Это однозначно. 5 с плюсом. У нас есть такая оценка, мы можем себе позволить. На дюнерах мы поставили 5 с плюсом. Это с таким плюсом, аж с запасом. Котлета с припусом сильного, мясного. Да, вот чувствуется мясо-мясо такое. Копчено-шашлычного вкуса такого. Вот здесь как будто его, ну, не на просто печке жарят, да? Они же на хостере жарят эти котлеты. Ну, хостер, типа, это большой мангал, другими словами. Типа, решетка лежит, ты мясо кидаешь, внизу угли, там никакая печка там не греет, ничего. Все по-серьезному, конечно. И почему дает там перевкус копчености? Потому что угли, дымок, все эти дела. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. По-моему, я все правильно стал. По-моему, хана тебе. Заклеим. Ну, у меня все, вопросов нет. Не зря потраченные деньги. Ну, шо, ну, у нас все, комплектация достойная. Слушай, так мы же еще не все разобрали. Здесь, походу, чувак, салфетки еще. Я на данный момент не готов к такому. Две салфетки. Видимо, надо... Чувак, здесь инструмент. Ты посмотри, чувак, на эти ложки с вилками. Жалко, что у нас в кустах, в лужах и в воде вот тут все это съели. И нам это не понадобилось. Ну, это хорошие даже и вилки. Надо тебе думать. Годное заведение, годная еда. А, я забыл, я хотел в них ехать. А, у меня щупленько так. Ладно, отправляемся в квартиру. На улице пошел лютый дождь, и мы решили, раз нам в квартире не продают бургеры, заказать их по телефону. По телефону точно должны не отказать, если они их реально делают. Сейчас мы все узнаем. Здравствуйте, вот я номер один. Здравствуйте. А можно заказать у вас бургеры с собой? Смотрите, если дам трубочку бургеры, вы все не договоритесь, так что вы сейчас в квартире номер один, хорошо? Хорошо. Алло. Здравствуйте. А можно заказать бургер с собой? Алло, здравствуйте, мы бегем. Здравствуйте, а можно заказать три бургера с собой? Да, можно. Какие вам? Самые обычные, с говядиной. Кулиные? Нет, с говядиной. С говядиной, хорошо. Три с собой, без картошки, без ничего. Можно ли у вас все вместе только? Все вместе. Ну, тогда три. Можно сделать без картошки? О, сделайте, пожалуйста, три без картошки. Угу. Хорошо. Сколько стоит и через сколько забрать? Ну, через 23. А денежек сколько надо? Или не надо? Угу. Все, я вам не посчитаю. Секунду. Так. 240. Хорошо, спасибо. Полчаса, да? До встречи. Да. Спасибо. Милая девушка, приветливая, пожалуйста, сколько вам надо. Все, заказ курицы, без курицы, типа и так далее. Исходя из того, что 240 древен за все, это 80 древен один бургер. Это хорошая цена. Ну, проверим. Дешевле, чем мы кушали в буле, но в буле там меню, извините, на пол лавочки был. Стильно. А мы разложились изначально, надо было больше лавочек. Да. Ну что, едем через полчаса за бургерами и тестим их дома, лишь потому что уже на улице стемнело, и мы домашние обстановочки заюзаем. По феншую. Какие ставки у тебя? Вкусные будут или нет? По городу говорит, что вкусные. Мы не были ни разу, надо проверить, мне интересно. Держи. Да. Алло, здравствуйте, я тебя по поводу бургеров беспокоит. Там цена другая, я вам куриная посчитала, вы ковяжи, да, будете заказывать? 285. Хорошо, пусть будет так. Карточкой можно рассчитаться у вас? Да, да, да. Все, спасибо. Ну, да, до встречи. До встречи. Ромка, что ты сказал? Недоркой после твоих слов они услышали. И думаю, действительно, что-то мы продешевели. Позвоним, кому скажем, что-то. Телефон просто не отключил. Да надо было выкричать сразу, понимаешь? Ладно, это получается по сколько? Сотка за бургер. 95. Ну, сотка. Чувак, мы кушали в плейсе, в бургер-плейсе, по 55 бы, а тут почти в два раза дороже. Чувак, а ты заплатил еще раз там 55? Нет, я не заплатил. Ну, ты представляешь, что нам должны сейчас на сотку вынести? Ну, мы представляем, что нам вынесли на 169. Нет, так там вынесли же не только один бургер. Ну, посмотрим. Кстати, ваши все донаты идут на наши похождения по заведениям и на тесты доноров и всего прочего. На наши похождения по злачным местам. Так что все донаты, ссылочка в описании будет. Если хотите поддержать эту не рубрику, а проект. С горем пополам мы взяли бургеры в квартире номер один. Но дождались до того, что уже потемнело и град, по-моему, на улице идет. Надо отметить, что судя по антуражу и огромной лампе, как на стадионах, у нас обзоры скатились до профессиональной тренировки. Ну, мы же не видят эту лампу. Давай покажем нашу профессиональную лампу. Это лайк однозначно. Мы таки выпросили. Именно что вы просили, пожалуйста, сделайте. Может быть, это и есть фишка. Может быть, но надо им понравить. Ты должен им заслужить. Да. Держите ваш бургер с говядинкой. Ну, пакеты, кстати, заметь, уже не брендированы. Никакой були. Но. То есть, сельки такие. Не хотелось, если бошли. Дожди. Ты бургер или пакеты? Нет, это так просто. А тут резиночки у тебя все одели. И все. А это, я думал, сырнички, а это картофан. Так что, все, я думал. Ну, и главное. А, ты, подожди. А я же ей по телефону сказал, что нам весь этот набор не нужен. А нам посчитали с набором. Все, я не помню по телефону разговора. Напересмотрела. А я по телефону сказал четко, мне интересует только один бургер. Да? Три с собой, без картошки, без ничего. Можно ли у вас все вместе? А, все вместе. Ну, тогда три. А можно, друзья, без картошки? О, сделайте, пожалуйста, три без картошки. Ага. Отчесть. Сначала картофу проверим, да? Давай, да. Давай непрофессионально проверим картофу. Ну, соус такой. Что-то кислое какое-то. Картошечка. Картошечки таких у нас... Картошечка хорошая. Надо проверить, сколько тут штучек. Четыре штучки, да? Да. Пять? Да. Угу. Ну, что ж, давай. Ну, картошка на... Угля. На решетке. Вопросов нет. Нет. Не вкусно. Нет, нет вопросов. Соус такой немножко кисловатенький. То есть вот она, да? Угу. Как и с тем, я покажу вам тут начинку все. Знаешь, у нас тут есть помидорка, огурчики малосольные, лист салата. Лучок беленький. Котлетка. И сверху это... А что это такое? За два пласта. Ну, может сыр? Сыр? Какой-то сыр. Ну, ладно. Давай, следай. Ага, здорово. Ну, что, кстати, надо отметить, что пакуют лучше, чем йогеры. Тут все идет в порядке. То есть это мы шагнули на следующий уровень уже. Ну, это будет непросто. Оценить. Но я начинаю догадываться, к чему вы, Дмитрий. Да? Так, ну, что и си. Взрывай. Ох, ты собака. Угу. Да. У нас снова затрудительное положение. Покажу крупный план и начинку. Смотрите. Ну, тут, друзья, вот в чем история. Тут какой-то барбекю соус. Как в Макдональдсе барбекю. Угу. Вкусный. Угу. Котлета приготовленная. Угу. Знаешь, зачем отличается эта котлета от соль? Она вкусная до безумия. Она посуше. И нет такого вот этого прикапченного такого привкуса, как было до этого бургера Гуля. Ну, это достойно. Как? Конечно. Это очень вкусно. Булочка с кунжутом. Угу. И кунжут сильно чувствуется. Я люблю страшно. Вкусная. Нет, ну, что тут сказать. Нет, вопросов нет. Угу. Это вкусный бургер. Горчичный вот этот вот соус, да, горчичный. Или это горчица просто. Вот. Это горчичный соус лучше соусом барбекю. Ну, еще покажу, как будет. И толстая котлета, но суховатая. Вот мне лично суховатая тут котлета. Угу. Ну, нет вот сока, знаешь, как котлета должна течь. Потому что, я думаю, она же не мраморная, наверное, здесь обычная. Поэтому никакого сока и нет. Почему в буле сок? Потому что мраморная. Вот смотри, вот как в буле было. О, фу, в буле. В донорах. Угу. Одному мы поставили железобетонную пятерку. Угу. А в другом мы поставили пять с плюсом. За что? За то, чтобы был вкус с изюминкой. Угу. Но булу пять с плюсом мы поставили за мраморная. Потому что за мясо. Исключительно за котлету. Ну, это железобетонная пятерка. Ну, хорошо. Ну, в буле смотри. Это пятерка. И перчатки. Вкуснейшие. И вилки хорошие с этим. И соусов два на выбор, какой тебе нравится. Нет, там, да, да. Картошки опять непонятно. Я просил, чтобы был один бургер. Дали с картошкой навеску. И перезвонили с орли дороже. Я думаю, чувак, она пересчитала. Это она посчитала в полное меню. Ну, я не знаю. Но, в принципе, вот это стоит 95 девять. С теми делами. Это очень вкусный. Да. Классический бургер. Такой, как он должен быть. Соус вкусный. Соус вкусный. Соус вкусный страшно. Но это твердый пятер. Да. Классный. Классный. В буле. Ты получаешь не просто бургер. Там скрипач еще играет внутри. То есть галстук тебе должны еще были положить. Мы без майбахали. Нас пустили. Пустили. Удивительно. Да. Там мраморная котлета, мраморная говядина. Там какая-то ферментированная шипер. И это чувствуется. И это вкус котлеты однозначно чувствуется. Вот человек в глаза залежит. Две котлеты. Не бургер. Две котлеты. Он поймет, какая из них мраморная? Ну, это. Они не заявляют, что это мраморная. То есть это обычный бургер. Но это очень вкусный бургер с обычной говядиной. Ну, не там, может, не обычная, может, какая-то другая. Но как бы не мраморная. Крафтовый бургер. Есть вкус мяса, как минимум, в отличие от маковского. А в маке потому что мяса нет. Там подкрашенный картон. Нет, ну сейчас тебе расскажут, что в маке там все есть. Там все. Куча фотографий, доказательств кухни. Там тебе сейчас все его присылают. Нет, наверное, там есть мясо. Ну, ну, не вкусное. Покажут живую корову. Примороженную. В маке ходящую. Я понял, пастух там завезет. За веревку волочет ее. И с каждым заказом потихоньку отрезают от него. И дальше ведут. Я, правда, уже убился сегодня, чувак. Понял? Это хорошо. Бургеры как-то сыднее заходят. Смотри, дюнер большой. Там дофига всего. Ну, ты съедаешь большой, ну, типа, вот этот маленький дюнер поседали. Ну, типа, ты наелся, чувак. Если ты такой же бургер просто съешь, мне кажется, наедаешься больше. Больше наедаешься. Хотя, кажется, он меньше. Так только это, как рука у меня. Ну, такая, тут красивая была. А в бурге вообще такая? Угу. Я бы плюс поставил бы, если он был бы сочным. Знаешь, хвост его по бусим, это как булик ушло, а у меня тут все захевзывалось. Ну, тут такого нету. Хотя, ну, есть какой, но я думаю, это соус, заставьте. Угу. Как такого сока не было, ничего не текло. Ну, это твердая пятерка на грани пятерки с плюсом. Ну, вкусно, это классно. Угу. Очень хорошо. Не, это очень хорошо. И я доволен, что мы таких много. Видимо, там надо было просто понравиться. Ммм, я думаю, чувак, потому что не сезон, у них третья площадка закрыта, понял? Может быть. И поэтому это, короче, проблема, я там меньше заказов, может, понимаем, может, как так работать. Ну, еще сезон, ты вот так вот, как Макдональд, подъезжаешь и сразу уезжаешь с буритом. Ну, это все. Кайфанули сегодня дважды. А что? Может, может, поедем еще в Маке возьмем? А я думаю, чувак. Третье включение будет уже лежим. Уже лежит просто. И хирург, на тобой такой же лампой. Ну, доктору мы своему написали, что мы собираемся делать по два обзора. Приглашает на обследование обои. Дорогие друзья, мы однозначно и этот бургер рекомендуем к употреблению. Это вкусно. Напоминает, это квартира номер один? Да. Номер один именно, потому что если, ну, есть где-то номер два, мы ее не проверяли, мы не знаем. Квартира номер один, это хорошее. Хороший бургер. Ставьте пальцы вверх, кому нравится такая рубрика, проект. Проект. Кому нравится такой проект, поддерживайте ее донатами внизу, ссылки по описанию. С вами Каса был канал Казак ТВ. И Роман. Встретимся уже. А что-то подожди, что-то я не понял. Что знаешь, проект. С вами был канал Казак ТВ и Роман. А что-то я какой-то гость приглашенный. Сам говорите, да. С вами был Казак ТВ. Всем пока. До свидания. Всех с праздником.